Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Мусорная реформа в действии. Кто в крае будет отвечать за вывоз твердых бытовых отходов и сколько это будет стоить? Линзы ночного действия. На Алтае больше года применяют новый подход в лечении офтермологических заболеваний. С ним близоруким пациентам возвращают до 100% зрения. Подробности далее. Историческое событие. Впервые за полвека профессиональный клуб с Алтая играет не на родном льду. Об итогах этого глобального переезда смотрите в нашем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но батареи потеплели далеко не у всех жителей района. Сегодня, уверяют местные чиновники, удалось договориться с электроснабжающими организациями о подключении оставшихся котельных. Последние котельные в Камне и в Каменском районе будут подключены сегодня. Подключат к электрической энергии. Ну а работать по отоплению жителей они начнут, наверное, с завтрашнего дня. Отметим режим ЧАЭС. Из-за неготовности к зиме продолжает действовать в Зминогорске и селе Карболиха Третьяковского района. Там до сих пор строят новые модульные котельные. К другим темам. Бывший пресс-секретарь-губернатор Алтайского края Андрей Липунов планирует перейти на работу в АКЗС. Об этом сообщает политсип.ру. Согласно инсайдерской информации, Липунов подал документы на должность начальника информационно-аналитического управления аппарата Краевого Заксобрания. В телефонном разговоре с нашим корреспондентом Андрей Липунов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Без комментариев. Таким был его ответ. Напомним, об уходе Липунова из правительства края стало известно 2 октября. Он написал заявление по собственному желанию. А уже 9 октября к работе в новой должности пресс-секретаря губернатора края приступит Дмитрий Негреев, который ранее был главным редактором сибирской медиагруппы. Региональные операторы по вывозу мусора готовятся вступить в свои обязанности. На днях в крае закупили 20 мусоровозов, которые отправятся в Валейскую, Бийскую и Заринскую мусорные зоны. Также стали известны новые тарифы на утилизацию бытовых отходов. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Больше года жители России находятся в ожидании нового закона, который должен избавить города от свалок. Сегодня мы попытаемся узнать, кто же все-таки будет отвечать за вывоз твердых коммунальных отходов, сколько это будет стоить и чем же все-таки пахнет эта новая мусорная реформа. Скоро эти мусоровозы примут боевое крещение на обийских мусорках. Закупка новой техники необходима для регионального оператора по вывозу отходов. В этом году Алтайский край был разделен на 7 зон. Олейская, Заринская, Барнаульская, Славгородская, Каменская, Рубцовская и Бийская. В каждой будет работать свой мусорный оператор. Один оператор будет решать все, с кем он заключает по транс, по вывозу мусора, с кем он заключает по сортировке, с кем заключает по утилизации. Потому что когда 10 человек, непонятно кто куда едет и кто куда что везет. То ли он на полигон везет, то ли он везет в лес. Сейчас это будет все отслеживаться. Изменится и принцип оплаты за вывоз мусора. От каждого жителя не по квадратным метрам, как раз за квадратный метр от жилья, а именно сколько человек проживает на этой жилищной площади. Платить за вывоз мусора будут все. Жители многоквартирных, частных домов и даже сельчане. Уже известны тарифы по двум зонам. В Барнаульской около 67 рублей на человека, в Бийской порядка 36. Это на несколько рублей больше, чем было раньше, зато теперь цена будет единая. Эта сумма будет выводиться в квитанции отдельной строкой. Остается непонятным, куда же все-таки мусорные операторы будут утилизировать отходы. Жители региона в год производят почти 2 миллиона тонн мусора. По словам экологов, емкости только Барнаульского полигона хватит лишь на пару лет. Специалисты уверены, выход из экологической катастрофы только в строительстве мусороперерабатывающего завода, о котором власти говорят не первый год. И рано или поздно мы подойдем к этому пределу на земле, когда невозможно будет добывать миллионы тонн руды, ее просто не будет. Конечно, за переработкой будущее. У нас нет у человечества другого пути. В свою законную силу мусорная реформа вступит с 1 января 2019 года. К этому времени станут известны новые цены на вывоз отходов во всех зонах края. Но жители Барнаульской, Бийской, Олейской и Заринской зон уже в этом году должны получить квитанции с новым тарифом, так как их регоператоры уже готовы приступить к своим обязанностям. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Алтайский край находится на пороге эпидемии близорукости, уверены врачи-офтальмологи. Причина – постоянное напряжение глаз, в том числе из-за современных гаджетов. Но специалисты успокаивают. Больным не стоит отчаиваться. Для них разработан новый метод лечения. Его особенность в том, что оздоровление происходит во сне. Продолжит тему Анастасия Дороган. Лечение и профилактика. Часто в офтальмологической больнице эти процессы идут параллельно. Этого мальчика из Горного Алтая готовят к операции. Ему устранят нависшее веко, которое в будущем могло привести к слепоте. Левый глаз закрыт веком, левый глаз не работает. Развивается так называемая амблиопия, функциональная слепота глаза. В Краевой клинической больнице ежегодно принимают почти 3000 детей из Алтайского края, Горного Алтая и Казахстана. Взрослых вдвое больше. Косметические дефекты, косоглазие, но чаще всего близорукость из-за больших нагрузок с близкого расстояния. От этого глаз удлиняется, роговица меняет форму, фокус сбивается. Медики предлагают лечить болезнь новым методом – жесткими ночными линзами. Они возвращают глазу естественную форму. Линза по типу бандажа сдавливает роговицу. И таким образом, допустим, при близорукости изображение попадет сразу на сетчатку. А в течение дня роговица обладает таким свойством, как регенерация, то есть способность восстанавливать себя. И к вечеру близорукость потихоньку начинает возвращаться. Эти линзы исправляют патологию роговицы и корректируют зрение вплоть до стопроцентного. Для этого в них задают два фокуса – для глазного центра и периферии. Вместе это действует как постоянный тренажер. Глазное яблоко подстраивается под вот этот периферический дефокус. Нейрофизиологические процессы запускаются для того, чтобы задержать падение зрения вплоть до полной остановки. Стоимость таких линз – 15 тысяч. Но прежде нужно пройти обследование. Причем это возможно лишь в частных клиниках. Правда, в начале следующего года специальный аппарат для диагностики заболевания – кератотопограф – должен появиться и в краевой офтальмологии. В 40-й школе Бийска готовят экскурсионный проект городского масштаба. На базе школьного историко-краеведческого клуба «Начало» появилось новое направление. Теперь изучать историю города учащиеся будут не сидя за партами, а непосредственно на месте. 40-я школа стала победителем конкурса грантов Фонда социального содействия Александра Прокопьева. О том, как прошла первая экскурсия и в каких раскопках участвуют бийские школьники, расскажем прямо сейчас. Мы рады приветствовать вас в уютном экскурсионном автобусе, который провезет нас по улицам родного города. И мы с вами перелистаем страницы истории нашего славного и уникального города Бийска. Экскурсии по родному городу. В 40-й школе Бийска теперь по-новому будут рассказывать о купеческой жизни и исторических памятниках Наукограда. Причем открытые уроки проводят не педагоги, а сами учащиеся. Старшеклассники совместно с учителями, преподавателями вузов и музейными работниками изучили события, факты и подготовили интересные экскурсии. Это здание интересно тем, что здесь впервые на Алтай была применена колориферная система отопления. Другими словами, когда горячий воздух шел по керамическим трубам, проложенным в толще стен. Я очень люблю старый город. Он весь такой пропитанный историей. Там так уютно, хорошо. И было очень интересно послушать большой рассказ про эти здания. В прошлом году 40-я школа Бийска имени Героя России Вячеслава Токарева стала участником конкурса социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. В учебном заведении выбрали направление патриотического воспитания. Свою идею успешно защитили и получили 200 тысяч рублей. В частности, на эти средства приобретут акустическую систему, которая позволит проводить экскурсии более качественно. Планируем приобрести специальное оборудование. То есть, вы же видите, сейчас определенные сложности возникают, не очень хорошо слышно. Вот приобретем теперь специальные динамики на поясные с микрофонами. Также для школьного историка краеведческого клуба «Начало», которые уже 12 лет успешно работают в общеобразовательном учреждении, приобретут ноутбук, проектор, различную оргтехнику и видеокамеры. Все это оборудование позволит расширить рамки деятельности школьного музея и создать новые экспозиции, так как ежегодно ребята принимают участие в археологических раскопках. А вот что касается школьных экскурсий, то этот проект патриотического воспитания, который поддержал фонд Александра Прокопьева, намерены вывести на общегородской масштаб, чтобы наглядно изучать историю родного города и детально разглядывать архитектурные шедевры купеческого времени, смогли все школьники БИИСКа. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. БИИСК. Специально для наших новостей. Отпраздновали новоселье. Впервые за полвека профессиональная команда края отыграла матчи не на родной для себя арене. В этом сезоне клуб «Алтай» после закрытия Дворца зрелища спорта был вынужден переехать в Карандин-арену. Правда, изначально ледовая площадка не соответствовала даже минимальным требованиям лиги. В итоге с недочетами, но ее все же аккредитовали. Кирилл Политов увидел, как «Алтай» провел историческую игру. На счастье, как позже признаются сотрудницы арены, только за их смену это уже третья по счету разбитая. Ранее точно такие же ЧП происходили во время тренировок. Теперь вот в официальной встрече, видимо, новенькая Карандин-арена просто пока не рассчитана на такие нагрузки. На старе все было превысено, удобно. Ну а тут поновее, вот эта Карандин-арена, она поновее, ну, новые борта, раздевалка. Ну, правда, раздевалки чуть-чуть маловато, хотелось бы побольше. Ну а так, в принципе, нормально, обжились потихонечку. Здесь «Алтай» словно начал историю с чистого листа. После закрытия родной арены в центре города клуб вместе с детской школой срочно перебрались на «Жасминную-3». Впрочем, других вариантов особо и не было. В результате стали переделывать площадку по требованию уровня первенства ВХЛ. Многое успели, оборудовали раздевалки, медицинский кабинет, подключили систему видеогол, установили борта повыше со скрипом, но во Всероссийской Федерации хоккея арену приняли. Осталось еще несколько пунктов, обещают исправить. Огромный объем работы все равно проделан, но если бы мы знали, что мы здесь будем с мая играть, то, соответственно, все вот эти процессы, технический регламент мы бы как бы подвели. Сейчас мы будем, ну, в процессе уже, как говорится, пьесы, что-то доделывать, шероховатости. Ну, ждем от лиги первые весточки. Главная потеря при переезде – это все же зритель. Все из-за вместимости. Дворец зрелища спорта мог принять почти 4000 болельщиков. Карандин арена всего-то 350 человек. Правда, руководство площадки пошло навстречу клубу. Мастера экстренно возвели дополнительную трибуну. Самые оптимистичные предположения не сбылись. Ожидаемого наплыва в первом домашнем матче сезона не случилось. За игрой, по подсчетам экспертов, наблюдало максимум 500 человек. Вроде привыкли, а вроде и нет. Ну, маленько отличается, конечно, от дворца спорта, но выбора такого нету, так что мы рады этому. Вот только порадовать зрителей не получилось. Первый официальный матч в новых условиях. Алтай проиграл юниору из Кургана со счетом 0-1. Повторную все же выиграл 2-1 по пулитам. Возможно, клубу вновь в ближайшее время предстоит переезд обратно, домой. Пока Алтай здесь, как будто в гостях. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Почти на всей территории края ясно, но гораздо прохладнее. Плюс 14 днем ожидается в Бийске, Белокурихе и Заринске. Около 16 градусов тепла в Рубцовске. В Барнауле ночью всего 3, днем до 14 градусов выше нуля. Без осадков и при этом южный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. Всего вам самого доброго и до встречи.